Раскрыты предсмертные ощущения людей. Это исследования учёных Дании, Германии, Норвегии. Около 10% людей ощущали мистические предсмертные переживания. Чаще всего предсмертные переживания включают в себя ненормальное восприятие времени, исключительную скорость мысли, ощущение отделённости от собственного тела. Некоторые описывали предсмертное состояние как ощущение покоя, во время которого они ощущали себя в тёмном туннеле, в конце которого был яркий свет. Другие говорили, что ощущали рядом присутствие другого человека. Вот как вы к этому относитесь? Я, когда был после аварии в таком предсмертном состоянии, я тоже ощущал всевозможные такие картины. Слышать я не слышал, у меня стоял шум в ушах. Видеть видел всевозможные такие образы нереальные. Я понимал, что я это вижу нереально, потому что я нахожусь в таком состоянии. Ну это правда или неправда, что вот так чертают? То, что они видят, это правда? Ну это они видят, то, что человек видит, это правда? Тут уж я... Ты понимаешь, как каббалист, смотрю по-другому совершенно. То, что мы видим сейчас, это тоже неправда. Это тоже надуманный мир, призрачный мир. Так что где же это правда? Это всё во мне отражается, ничего этого вне меня нет. Это то, что я представляю себе. И то же самое и вот это, да? То же самое и это, конечно. Поэтому выход в следующее пространство, это совершенно другое. Он должен быть надэгоистический. А человек, если не отторгает свой эгоизм, то в итоге у него, конечно, ничего этого нет. У него всевозможные такие надуманные представления о будущем мире. Может быть, ему кажется, что это будущий мир. Я думаю, что ему ничего не кажется. Он просто принимает свои вот эти всевозможные флуктуации мозговые, внутренне чрепные и так далее за какие-то виды другого мира. Никакого другого мира в таком виде у него нет. Он должен понимать, что он должен выйти из своего эгоизма в этом мире для того, чтобы ощутить следующий уровень, высший мир. Но для этого он должен подняться над собой. А подъем он может быть только в реальном виде в этом мире. А если бы он поднялся над эгоизмом, что бы он увидел? Он бы увидел силы положительные, отрицательные, которые взаимодействуют между собой и в итоге рисует ему картина совершенно другую, силовую картину. Вот это не очень понятно, что значит увидеть силы. Это я не могу сказать. Невозможно передать. То есть это только ощутившему это человеку, это постигшему можно передать. Здесь есть заковыка науки Каббала. Ну а что ты сделаешь? Это не заковыка, это просто серьезная информация. Она передается и может быть ощутима только тому, кто к ней готов, способен воспринять. Нет здесь никакого запрета. Это просто человек должен быть способным воспринять эту информацию, тогда видит. Так же, как маленький ребенок. Он не замечает то, что замечают взрослые. То есть, когда говорят «тайная наука Каббала», говорят не о «тайной науке», а говорят о том, что я пока это не вижу. Да. Вот только это и все. А это он и называется «тайной». Вот только вот такое простое объяснение. Коды, тайны, все. Все раскрывается только в мире твоей возможности постичь. Мы находимся, к сожалению, в состоянии, когда ничего нельзя объяснить, только если ты хочешь, если тебя огложит стремление к постижению, тогда ты сможешь это преодолеть. Что же все время вы без устали тогда пытаетесь объяснить? Вот скажите мне, пожалуйста, снимаете, пишите. Что? Что? Насколько можно раскрыть людям хоть чуть-чуть возможность видеть путь к этому? И не более. Все остальное сам человек. Сам человек? А от него требуется раскрыть или только усилие сделать? Нет, сделать усилие, чтобы раскрыть, раскрыть, и далее все время усилие, усилие вперед, чтобы подниматься, подниматься над собой. А как вот у человека это появится, вот это вот желание, вот скажите мне? Или страданиями земными, или увлечением духовным. От окружения правильного. Никак иначе. Непростое дело у вас. Это непростое дело, но от этого человечеству никуда не деться. Я уверен, что мы находимся в состоянии, которое очень приближается к этому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok